Субтитры создавал DimaTorzok Памятный знак, посвященный 60-летию победы в Великой Отечественной войне в микрорайоне Ложок, реконструировали. Главным гостем на торжественном открытии был участник Великой Отечественной войны. В рамках реализации проекта «Неугасима память поколений» в понедельник, 19 октября, в микрорайоне Ложок состоялось торжественное открытие памятного знака в честь 60-летия победы в Великой Отечественной войне после реконструкции. С головами поникшими, над отцами погибшими, встали мы. Над легендой повитыми, их могильными плитами, встали мы. Им, как будто бы мысленно, тихо мы и невыспренне говорим. Листья вашего дерева, а не серая тень его, это мы. Эхо вашего голоса, зерна вашего голоса, это мы. Спустя 75 лет после завершения Великой Отечественной войны у благодарных потомков лишь возрастает желание сохранять, увековечивать память о ее героях – в книгах, в памятниках, в поступках. Благодаря инициативе Совета ветеранов из Китим «Мрамор Гранит», поддержанной администрацией города, была одержана победа во втором конкурсе общественных стартапов «Со мной, мой регион успешнее». Грантовую сумму 50 тысяч рублей направили на реконструкцию имеющихся в микрорайоне ложок памятников. Есть здесь у вас такие два замечательные камня. Два камня. Один поставлен в честь 60-летия Победы в 2005 году, второй установлен в честь 70-летия в 2015 году. И было бы неплохо, конечно, эти места благоустроить. Тем более мы в этом году с вами отмечаем год памяти и славы. Весь год проходят торжественные мероприятия. И, конечно же, когда Минрегион политики объявил конкурс участия в грантах, мы, конечно же, обратились к ветеранской организации вашего микрорайона для того, чтобы они эту инициативу поддержали. Хочу им сказать огромное спасибо. Они очень оперативно откликнулись. Были выделены средства. Средства также успешно освоены. Место, конечно, стало более благоустроенным, более чистым. И хочу огромное сказать спасибо и предприятиям, которые в этом поучаствовали. Это и «Термоленд», и «Новосибирская карьера управления», это и «ДК «Октябрь». Всем огромное спасибо за то, что приняли участие, и каждый по-своему в этом проекте поучаствовал. Сергей Владимирович выразил уверенность, что и в последующие годы работы по реконструкции и благоустройству этого знакового места будут продолжены. Сколько бы мы раз ни говорили, огромное спасибо, этого все равно будет мало. Поэтому наша задача вечно помнить и вечно хранить памятники, которые у нас есть, а те, которые до недавнего времени были в неприглядном состоянии, наша задача их восстановить, реконструировать и работать с молодежью, чтобы вся страна, все люди, живущие в нашей стране, помнили и знали, как велика цена той победы. Я вас поздравляю с сегодняшним событием, замечательное событие, нашим ветеранам Великой Отечественной войны, низкий поклон, они еще с нами. На выделенные средства гранта 50 тысяч рублей и при финансовой помощи общества с ограниченной ответственностью «Термоленд» в размере 20 тысяч рублей выложили тротуарной плиткой площадку вокруг памятных знаков. В этом месте традиционно проходят митинги, мероприятия, связанные с годовщинами событий в Великой Отечественной войне и знаковыми датами. А непосредственная близость школы номер 14 способствует тому, что на них частыми и многочисленными участниками становятся дети. Им предстоит пронести через года историческую память, сохранив чувство уважения к своим дедам, прадедам и всем людям старшего поколения. На это и направлен проект «Неугасима. Память поколений», в рамках которого состоялось и это торжественное мероприятие. Я хочу сегодня сказать только лишь слова благодарности за то, что мы нашли поддержку на всех уровнях. Во-первых, когда мы узнали, что можно выиграть грант, администрация во всем, буквально во всем помогла нам. Время было, времени очень мало было, но без их помощи, понятно, мы бы ничего не сделали, ничего не смогли. Огромное вам спасибо. Не было такой организации в нашем микрорайоне, которая бы не откликнулась на наши просьбы. Это и «Тормолэн», это и «Искитинский карьер», который просто по нашей элементарной просьбе привез нам Себень, помог облагородить. Ну и особое спасибо я хочу сказать нашей инициативной группе, которую возглавляла у нас колесникова Ольга Валерьевна. Вы знаете, кажется, нет уже такого человека, который так может энергично все делать. Ольга Валерьевна, огромное вам спасибо. Работать с вами просто одно удовольствие. И посмотрите, какое красивое место у нас здесь получилось. Ну просто изумительное. И организация, которая строила вот наш этот скверик, который облагородила, я не встречала такой вот слитной, такой хорошей, такой активной работы. Спасибо всем-всем людям. Низкий вам поклон. Еще 15 лет назад, когда был установлен памятный знак в честь 60-летия Победы в Великой Отечественной войне, в его открытии и посадке Аллеи памяти принимало участие 22 ветерана. Сегодня лишь один из них присутствовал в качестве почетного гостя и непосредственного участника проекта. Большое спасибо тем, кто поддержал нашу инициативную группу, кто спонсировал всю эту работу. Видите, как красиво все сделали. И парники, которые мы после реставрации открываем, это, как говорится, маяк, который будет напоминать, что в лишний раз наши последующие поколения помнили о том, кто, как говорится, дал нам продолжение жизни. И я поздравляю Лашкосу с этим великим событием. Минуты и молчания собравшиеся очтили память о павших, отдавших свою жизнь за Родину. Человек живет во имя жизни, любит мир и близких, и друзей, остается памятью отчизны из поступков, подвигов, идей. И неся цветы к камню памяти, средь забот житейской суеты верим, будут добрым началом символ нашей памяти цветы. В скорбном молчании, думая о своих фамильных героях, перечисляя в памяти имена земляков, ветеранов Великой Отечественной войны, не доживших до наших дней, люди несли к подножию памятника цветы, как уважение к их мужеству на фронтах и к трудовым свершениям на благо малой Родины.